В Москве подвели итоги Дней и регионов, на которых все 89 субъектов России представили свои достижения, культуру, традиции и туристический потенциал. Мордовия презентовала настолько яркую экспозицию, что тысячам посетителей, которые стекались к стенду республики, хотелось об этом рассказать. Здесь побывали многочисленные съемочные группы всех федеральных и региональных телеканалов. Корреспондент Десятого канала Павел Степаненко тоже был на выставке и передал ту атмосферу, которая царила на ВДНХ. Центром экспозиции Мордовия стало великое дерево, символ республики. Сюжеты Десятого канала набрали более 50 тысяч просмотров ВКонтакте и Ютьюбе. Такая информационная поддержка региона не могла пройти мимо организаторов выставки. Накануне первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил награду главе республики за лучшее информационное освещение Дня региона. Еще более важно это то, что люди, пришедшие на выставку, говорят о том, что эта выставка подарила им чувство гордости. 98% всех, кто пришел, то есть 98% из 5 миллионов человек говорят, что они почувствовали гордость на выставке за свою страну. 96% говорит о том, что они почувствовали такое особое ощущение гордости за то, что они часть такой большой, удивительной, огромной страны. 94% сказали о том, что это мотивировало их на новые свершения, на новые амбиции. Мордовия получила награду за умение широко презентовать сложные темы и задействовать все информационные ресурсы – социальные сети, телевидение, радио и газеты, откуда жители России могли узнать о масштабах выставки и стенде Мордовия. По решению президента, выставку «Россия» продлят, а на региональных экспозициях откроют новые, где организуют презентации городов или столиц субъектов страны. Наталья Тюрина, Наш Новости.